Всем привет и добро пожаловать на третью часть нашего рализонского балета. Снова вырезаем, например, левые фотографии. Даже не знаю, как вот эту обрезать, она классная. По бокалу кейла, по бокалу обрежу. Вот другие украшения на шее, точно не хочу обрезать. Это фото, сделанное селедренным паром. Моей подругой, которая профессионально занимается фотографией. У нее получаются замечательные хорошие съемки, в том числе семейные. Это не та подруга, которая фотографировала, когда у Нару было недели или две. Вот эта другая у меня талантливая, на друга немало. А вот эта нас снимала только в конце августа, только в начале сентября. Да, это было назад уже почти. Сейчас у нас, правда, еще начало. Скоро водка. Это съемка. Чуть-чуть, извиняюсь, надо. Здесь вот сверху снизу я хочу защищать и добавлять, потому что тут нет места для скотча. Нам надо, чтобы она держалась. Кстати, правда, не забыли про наклейки. Первые странички их использовали и что-то все заглохло на этом. Ничего, сейчас мы не повторим. Я вот здесь вижу такую пирожную кексику. А эти уже клеят так вот что-нибудь здесь. Ну, кстати, здесь спросится скотч, потому что кривовато я его не сделала. Может, нам попробуют тут бумажный скотч? Он, конечно, совсем помог-то. Фигуренька держится, но он очень красивый. Посмотрите, какие замечательные камушки. Я хочу срезать, что камушек, во-первых, не полностью поместился. Во-вторых, не стану. Немножко такое глаза дрюхали. Тут прям очень близко. Я загну на предыдущую страницу. Ничего страшного. Здесь я тоже хочу прорезать ломушку. Вам, наверное, этого не видно, потому что не полностью лизают. Так, но ничего сейчас точно будет видно. Бумажный скотч очень, знаете, что напоминает? Как в советское время, ранее, до начала 90-х, книжки библиотечные, но домашние тоже лечили, дали, если появилась страница. Брали такую бумажку, тонкую бумажку. Мазали клеем. Прорезали ее по размеру. Закладки, да, и приклеивали. Она тоже такая прозрачная делалась. Так, а вот этот скотч на нее очень похож. То есть она прозрачная не полностью. Очень тогда такая была. Может кто помнит. Кому-то время находился. Так, вот эта бумажка похожа на нее. Такая на уши, на массовый клеем. К тому на ней напечатаны красивые бабушки. Я еще помню, если бумажка была слишком удобная, то писали. Поверх стараться красиво, печатными буквами, писать то, что в книжке было на этом месте. У меня даже где-то такая книжка была. Ну одна из таких, то есть мы в основном там библиотечные, но домашние тоже. У них детская еще одна. Моей мамы. Я вот не помню, это не мамино детство. Ну да, конечно бабушкино детство. В 30-е годы такого не было. В общем это мамино детство 60-е годы. 70-е. Нет, 60-е это 64-е годы. Я просто буду здесь. Это век, например, если там 1300, то уже 14-е годы. Если 64-е, то это еще 60-е, 70-е годы. Так вот, 60-е годы. Была напущена книжка со стихами. Могу ему там везти. Как это придумать? Эти зубы начали болеть. Что-то такое. В общем она была очень потрепанная. И вся склеенная, склеенная. Это делаем штучками. Я в своем детстве тоже читала. Мне очень нравилось, как она пахнет. С новая такая книга. Мне почему-то кажется, что это за одной книги, которую будет такая у меня ассоциация. Опять две вертикальных книги. Здесь у меня обозначено фото, который я уже наклеила там в начале. Поэтому мы сейчас его пропустим. Я что-то все запутала. Здесь наверное вот это должно быть. Пока пропустим. Потому что сейчас у меня все стримится. Если я переводу. Потом так лягу. Здесь я играю. Особо не знаю кому. Потому что должно быть фотографии с ребенком. Но он играет. Он еще в какие-то такие осмысленные кружки не играет. Он может трясти там чуть-чуть кремушку. Поэтому здесь он у меня начался садиться. Для этой фотографии. Поэтому он такая, ну как сказать, темная. Такая неустополучная. Вот такие кухни. Суть в том, что в этот день он стал садиться сам. Я его садографировала. И папа. Но я здесь еще более раннее фото. Это здесь по-моему месяца. Так. Не собрать. Нет. Месяца. Сейчас скажу. Короче это самай. Перед самайом. То есть середина. Конец октября. 22 октября. И это игровой центр моей подруги. Вот. Октябрь. Он родился в мае. Значит июнь. Раз. Июнь. Два. Август. Три. Семтября. В октябре. Пять месяцев. Пять месяцев. Вот ему пять месяцев. Тут он начал пытаться ползти. И это вот здесь он гуляется. Потом приподнимался. Ну конечно это ползти не получалось. Все таки так. Здесь придется немножко отрезать. Но это не страшно. Тоже из серебряного города. Мне нравятся эти фотографии. Вот. Я в предыдущей фотографии как раз и покушал. А здесь он спит. Вот. Подошла здесь. Да. Вот. Вот так целует. 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 Укусить может. Недавно я прочитала как это по-команному назвать. Агрессивная нежность. Ну это я так упрощаю. А как-то это еще прям удивлено есть. Ну короче агрессивная нежность. Когда взрослые даже могут понять что-то такое прям умилое. Что хочется зажамкать. Задавить. Зацеловать. И за кусать. И вот дети они это не просто чувства. А еще и проявляют. То есть она. Когда он был маленький. Она могла его вот так чмокать. Чмокать. И как вот цепиться. Особенно в нос. Почему-то за носом. Тут сейчас вырос и меня кусает за нос. И с тобой все это связано или нет. Тоже вот. Зачем вот такой вот. Сю-сю-сю. Цветуется. Он очень нежный мальчик. Тем самосом. Бывает такое. Так. Так. А теперь сама такая. Ангельская сестрича. Вот. Вот. Такое. 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 Мы стикер хотели приклеить на брошенные футки. Ну ладно. Теперь уже где-нибудь дальше. Я думаю, где-то какой-то девочун. Шигурчик такой. Который еще не было. Вот красные как в сапожке. Кружки Посмотрим, какой он внутри Яркий такой, малиновый Вот малиновый цвет мне не очень нравится Причем мне нравится сам цвет Я вообще люблю красивые цвета Любые Красивые оттенки, надо сказать так Да, в принципе любой даже цвет Я как художница могу себе представить Где он бы хорошо смотрелся Ну вот малиновый в своем Каком-то мире в своей одежде В своем интерьере Я не очень люблю Обычно нравится какой-то другой Но малиновый как-то нет Либо уж красный И опять же да, что-то у меня вот такая мысль Сине-зеленый не особо Либо давайте синий, яркий Синий, зеленый, односначно зеленый Также малиновый Либо давайте уже красный Хороший красный Либо фиолетовый Либо синий Но вот именно малиновый Этот при этом могу сказать очень красиво Смотрится красиво Ну Что-то в себе таким покрасить там дома Кстати, что такое я бы не хотела Такое более-менее Такое Может к этой покрасить что-то буду приклеивать Да, кстати, можно купить какой-нибудь стиллер Но это будет потом Потому что сюда что-то приклеится Поехали дальше Моя мама Лучшая На свете Давайте посмотрим Вот я уже вижу это фото Из партиклиники Так Так Ну вот, кстати, вот это фото Про который мы думаем вот туда Так Так Это что у нас такое? А нет, это не оттуда Это какие-то праздники Тут А это Вот это Вот это Я вообще не понимала, что это такое Чудеса Чудеса Не понятно, что А вот это Вот это Вот это И вот такая К нула А потому что я Вертикальную сюда решила Ну ладно Я думала, что я ее так обрежу Чтобы она поместится Чтобы она что-то больше Окей Ничего Давайте вот эту обрежу Для начала А там обрежь В поликлинии Практически Через ночи Да Урок она открылась Для здоровых детей После Пандемии Самоизоляции Но До пандемии Не успели сделать Анаприевку Уже ее назначили Ну допустим Там на 23-е А мы пришли И Знаю, что 21-го Закрылась Поликлиника Детская Кроме этого Экстренных И Ее описано Прямо вакцинацией Вот даже раз Обменяется Я конечно была Недовольна Нам никто не позвонил Не сказал Приволоклись А Недовольна А А Недовольна У меня вообще Было как бы Нелогично Понять Можно А Недовольна Недовольна Можно понять Конечно Тех Кто придумал Это решение Потому что Так Кому Сказал врачи Если Как бы Бабик Сделает Вививку Еще там что-то Типа 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 Не хотят лишние Кейсы Сказать Внимание Врачам Оттягивать От Коронавируса Да Это Можно понять Но Предупредить Конечно И лишним Давайте Вот так Обрежем Что У нас Коврик Управый Управый Особенно Вода Глаз нет Управил Ну в общем Мы пролетели С той прививкой И вот Ждали эти все Месяцы Самоизоляции Пришли уже Накануне Было Да Хотя Свадьба Моей Подруги Парень Свадьба Была Такая Прям Как будто бы Специальность Для детей Хотя Я была там единственная С маленькими Детьми Но Они Расписывались Сейчас По-моему В 9 утра Когда Безбожная Прямо Для нас Которые живут в Московье И нам пришлось выехать Какую Ничего Светлую Там Был седьмого Что-то Я Закачивалась Которые Там Кстати Молитекст Завтракали В Макдаге Вообще Заждалось Что В 9 утра В ЗАГСе Типа Там Десять Пошли Повалялись Пикник Там Рядом Потом Ребята Поехали Фотографироваться И Договаривались С гостями Что Кто хочет К вечеру Забираются В общем Они где-то На даче И там Продолжают Веселенно Понятно Что До вечера Ждать не стали Когда не поехали Но Поздравили Мы так Гуляли Основное Вероприятие А это Я Гуляю Где-то Действительно Ему Месяца Два Потому что Я эту прическу Себе Наш день Не делала Так Хорошо Часто Менять Прически Можно По ним Восстанавливать Хронологию И Смотришь На фото И понимаешь Когда Оно было сделано Ваши ноги Это Лето Июль Это Примерно На сентябрь Потому что У меня волосы уже отросли Я взрывну С малоземного оранжевая краска А Это Октябрь Где Я уже Эракет Стала Делать Еще Они Дрозли Так Дрозли Дрозли Нет today Это Модерный В Модерный Модерный Три Материц И Орехи из Картофĩной Зависи Так Тихо Слова Как Картинку Она очень нравится Вот это как раз делала замечательная моя подруга, другая фотография, Марина Павловна. Заливаю её лампы, если она находится в Москве. Хотя также она ездит в Нижний Новгород, бывает ездит в Питер и даже в другие страны. Так, я вовремя так-таки поднялась. Вижу, что очень прикольная лампа, но тут уж, ребятки, извините, ничего не могу сделать. Так, всё закреплено на соплях и пускай не остаётся. Вот такого розового ещё не было. Хотя вообще с другой стороны вот этих тоже ещё не было. Надо подчередовать. Не только. Так, давайте тоже крайние рожнуку отрежем. Я её вот сюда заливлю, посмотрю, как она будет держаться. Она вот уже не её отходит, немножко голову не хотелось бы, чтобы из этой мелочи весь скученки были. Так, так, так. Раз. Ну, к тому же эта страница про меня. А я. Сладкомешка. 15 секунд остаётся, друзья мои. Благодарю за просмотр третьей части. Сейчас будет ещё четвёртая. Надеюсь, что хватит батарейки и всего. Желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok